Кладоискатель На аукционе Виолити Этот обзор будет полезен всем, кто хочет прицениться и узнать реальную стоимость антиквариата Чтобы в будущем выгоднее купить или продать собственный предмет старины Итак, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем Десятка самых дорогих лотов, проданных в четвертом квартале 2017 года на аукционе Виолити Открывает обзор самых дорогих лотов четвертого квартала рубль Екатерины I 1725 года Этот рубль имеет неофициальное название Траурный Он был отчеканен в 1725 году, когда Марта Самуиловна Скобронская Она же Екатерина I Алексеевна, она же первая императрица Всероссийская Она же вторая жена Петра I носила траур по только что умершему мужу-самодержцу Монета эта была отчеканена из серебра 728 пробы в Санкт-Петербурге Тираж ее неизвестен Номинальный вес монеты 28,44 грамма Фактически чуть более 28 Траурный рубль Екатерины I 1725 года был выставлен на торги с 1 гривны Лот получил 169 ставок и окончательная стоимость составила 189 068 гривен 6 925 долларов или 411 017 рублей На 9 месте в сегодняшнем мега-обзоре расположился Орден Тувы Орден Республики – наивысшая награда Тувинской Народной Республики Он был учрежден еще 17 марта 1935 года Изначально Орден имел такой вид, но в 1940 он был изменен в связи с учреждением нового рисунка государственного герба Тувинской Республики Орден этот очень и очень редок Всего было произведено менее 200 награждений Изготавливали Орден из серебра На лицевой стороне помещалась привычная тем временам надпись Пролетарии всех стран соединяйтесь Ну а на оборотной номер награды Орден Тувинской Республики за номером 46 был выставлен на торги с 30 тысяч гривен Лот получил 85 ставок и окончательная стоимость составила ровно 200 тысяч гривен 7194 доллара или 421 тысячу 53 рубля Восьмую строчку среди самых дорогих лотов 4 квартала 17 года Заняли Ордена Славы 1 и 2 степени Орден Славы военный орден СССР Учрежден он был 8 ноября 1943 года Вручался Орден только за личные заслуги и имел 3 степени Орденов Славы 3 степени было вручено около 1 миллиона Второй степени более 46 тысяч Ну а первой только 2676 Ордена 1 и 2 степени, представленные в октябре на аукционе Принадлежали одному человеку, полному кавалеру Ордена Славы Воевал он в составе отдельного мотоциклетного батальона Участвовал в освобождении Левобережной Украины, Белоруссии и Польши Дошел солдат до Берлина Ордена Славы 1 и 2 степени были выставлены на торги с 1 гривны Лот получил 70 ставок и окончательная стоимость составила 201 тысячу гривен 7444 доллара или 436 956 рублей На седьмой позиции в нашем обзоре расположились 10 рублей Екатерины II 1769 года София Августа Фредерика Ангальд Цербская или Екатерина II Великая Императрица и Самодержеца Всероссийская с 1762 по 1796 года Царствование ее называли Золотым веком А монетное дело при ее правлении переживало настоящий расцвет Золотые монеты Екатерининской эпохи чеканились в основном в Санкт-Петербурге Это были золотые полтины, монеты номиналом в 1 и 2 рубля, червонцы 5 и 10 рублевки Именно такая монета номиналом 10 рублей была представлена в ноябре на аукционе Виолити Монета изготовлена из золота 917 пробы, тираж ее 80 тысяч экземпляров На аверсе монеты помещен портрет императрицы и надпись Божьей милостью Екатерина II Императрица и Самодержеца Всероссийская На реверсе герб Российской империи, вокруг которого 4 герба Астраханского, Московского, Сибирского и Казанского царств 10 рублей Екатерины II 1769 года были выставлены на торги с 1 гривны Лот получил 230 ставок и окончательная стоимость составила 225 200 гривен 8 387 долларов или 500 444 рубля Шестое место в нашем рейтинге занял Орден Кутузова второй степени за номером 3650 Орден Кутузова второй после Ордена Суворова по порядку учреждения и старшинства полководческий орден Он был учрежден 29 июля 1942 года На следующий день после знаменитого сталинского приказа номер 227 Известного как приказ ни шагу назад Орден Кутузова имел три степени Официально орденами первой степени было награждено всего 675 человек Второй – 3326 Третий – 3328 человек Орденом Кутузова второй степени награждались командиры корпусов, дивизий, бригад и начальники штабов Орден Кутузова второй степени за номером 3650 Что был представлен на аукционе в октябре, возможно так и не был вручен Награда эта изготовлена из серебра и покрыта эмалью Вес ее 37 граммов, ну а находится она в превосходном состоянии Орден Кутузова второй степени за номером 3650 Был выставлен на торги с 20 тысяч гривен Лот получил 104 ставки и окончательная стоимость составила ровно 250 тысяч гривен 9 310 долларов или 543 478 рублей На пятой позиции среди самых дорогих лотов последнего квартала 2017 года Расположился старинный комплект серебряной посуды Судя по зелени на поверхности артефактов, найдены они в земле Комплект состоит из пяти предметов Двух небольших посуден, двух стаканов и большой посудины На дне которой находится двуглавый орел Большая посудина покрыта позолотой Вес ее 188 граммов Общий же вес всех предметов практически 400 Старинный комплект серебряной посуды Был выставлен на торги со стартовой цены в 199 тысяч 999 гривен Лот получил 174 ставки и окончательная стоимость составила 280 тысяч 100 гривен 9897 долларов или 595 957 рублей Четвертую строчку в нашем мега рейтинге сегодня заняли 10 рублей Петра Третьего 1762 года Карл Петер Ульрих или Петр Третий Император и самодержец Всероссийский с января по июль 1762 года Он имел самый малый срок правления среди всех российских императоров И был свергнут с престола собственной супругой Екатериной Второй В связи с этим монеты Петра Третьего имеют большой спрос у коллекционеров А золотые так и подавно 10 рублей представленные на аукционе в декабре отчеканены из золота 917 пробы Тираж их всего 25876 экземпляров Номинальный вес монеты 16,57 грамма Фактически 15,8 10 рублей Петра Третьего 1762 года Были выставлены на торги с 30 тысяч гривен Лот получил 220 ставок и окончательная стоимость составила 290 тысяч гривен 10247 долларов или 617 021 рубль Открывает тройку призеров четвертого квартала Гангутский рубль 1914 года Монета эта была выпущена в 14 году прошлого столетия В честь двухсотлетия Гангутского сражения Морского сражения, которое состоялось 28 июля 1714 года У мыса Гангут в Балтийском море Между российским и шведским флотами Победу тогда одержал Петр Первый И это была первая крупная победа российского флота Гангутский рубль, что был представлен на аукционе в октябре Редчайшая монета Это последняя юбилейная монета, отчеканенная в Российской империи В 1914 году был запланирован парад в честь празднования 200-летия Победы Было отчеканено более 30 тысяч таких монет, которые должны были вручить всем участникам парада Но началась Первая мировая Празднование не состоялось и рубли вручены не были Ничтожно малое их количество попало в руки нумизматов И иногда эти раритеты всплывают на аукционах Гангутский рубль 1914 года был выставлен на торги с 10 тысяч гривен Лот получил 202 ставки и окончательная стоимость составила 380 500 гривен 14 171 доллар Или 826 195 рублей Почетное второе место в последнем квартале 1917 года Занял Ауреус Юлиана Первого Марк Аврелий Юлиан Император-узурпатор в 284-285 годах нашей эры В 283-4 годах Юлиан занимал должность наместника провинции Венетия и Истрия Узнав о смерти императора Кара, Юлиан поднял восстание против его сына и преемника Карина И провозгласил себя императором Но гордый Карин пошел войной на Юлиана Нанес ему поражение в Элирии и естественно казнил До наших времен дошли немногочисленные ауреусы Которые Юлиан Первый чеканил с октября по декабрь 284 года в Сисции Ныне территория Хорватии Один из таких ауреусов был представлен под Новый Год на аукционе Виолити Монета изготовлена из золота Вес ее 4,34 грамма Состояние отличное А из недостатков лишь досадное отверстие Оставленное когда-то варварами Ауреус Юлиана Первого был выставлен на торги с 1 гривны Лот получил 254 ставки И окончательная стоимость составила 685 605 гривен 24 573 доллара Или 1 443 379 рублей Ну а самым дорогим лотом проданным в 4 квартале 2017 года Стал комплект наград гвардии генерал-майора И ролик о нем был любезно предоставлен YouTube каналом Виолити Специально для нашего обзора Гвардии генерал-майор Андрей Игнатьевич Ковтунстанкевич Советский военачальник Участник Гражданской, Великой Отечественной и Советско-Японской войн Командир 297-й стрелковой славянско-кировоградской краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого 1-й степени дивизии Комендант города Мугден, ныне Шаньян, Китай За боевые заслуги неоднократно представлен к наградам Комплект наград гвардии генерал-майора Ковтунстанкевича Комплект состоит из 6 орденов и 5 медалей А именно 4 орденов Красного Знамени Двух орденов Суворова 2-й степени Ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени Ордена Отечественной войны 1-й степени Венгерский орден Красной Звезды Румынский орден Тудора Владимиреску Медаль за победу над Японией Медаль Монгольской Народной Республики за победу над Японией Медаль за оборону Севастополя Медаль за оборону Кавказа Медаль 25 лет освобождения родины Софиулина Кроме этого в комплекте предлагается и орден Красной Звезды Который принадлежал фельдшеру Фоменко Тамаре Гавриловне Все награды подлинные и в прекрасном коллекционном состоянии Итак, комплект наград генерал-майора был выставлен на торги с 1 гривны Лот получил 159 ставок и окончательная стоимость составила 1 миллион 351 тысячу гривен 47 тысяч 738 долларов Или 2 миллиона 874 тысячи 468 рублей Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр! Надеюсь, этот обзор вдохновил вас на поиски своих не менее интересных и дорогих артефактов Если вам понравилось это видео и вы желаете помочь в развитии канала Сделайте репост его на свою страничку в любую из соцсетей Чтобы и ваши друзья смогли оценить данный обзор Буду очень благодарен! Также вступайте в мои группы в Фейсбуке и ВКонтакте И не забывайте подписываться на канал, ведь впереди у нас еще много интересного На этом все! С вами был ваш друг и соратник, кладоискатель, анархотурист До новых встреч, друзья! Все будет хорошо! Деньги бывают, такое бывает, такое бывает Но только недолго не храните деньги в сберегательных кассах Там от них никакого толку Мани, 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 мани